Я очень люблю Белград. Наша школа – это Россия в Сербии. Только вперед, через тырни их звездам. Мне нравится. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глобализация не стоит на месте и открывает все новые и новые пути развития. И ОБРСОЮЗ, конечно же, не отстает. Мы продолжаем серию образовательных экспедиций и выходим за пределы нашей страны, чтобы узнать, как за рубежом отвечают на образовательные вызовы и какие перспективы есть у наших граждан и их детей в сфере образования и профессиональной деятельности в дружественных странах. Экспедиции СОД в Сербии. Здесь очень любят и уважают русскую культуру и русский язык. Кроме того, здесь поселилось много наших соотечественников. Ну что же, отправляемся в наше увлекательное путешествие, чтобы рассказать об активных учителях, любознательных учениках и интересных образовательных проектах. Добро пожаловать на виртуальный тур по русскоязычному образованию в прекрасной республике Сербия. Сербия – государство в юго-восточной Европе в центральной части Балканского полуострова. Это страна с долгой и сложной историей. Она моментально влюбляет в себя туристов своей живописной природой, богатой культурой, но особенно добрыми и гостеприимными гражданами. Нам невероятно повезло, ведь каждый, к кому мы обращались с вопросами, а интересовало нас многое, с удовольствием подробно отвечал и помогал нам. Но давайте по порядку. И начать, конечно, нужно со столицы. А столицей республики Сербия является славный город Белград. Когда в третьем веке нашей эры сюда пришли кельты, здесь уже было укрепленное поселение. Сорок раз этот город пытались взять приступом. Здесь проходили границы мировых империй и проливалась кровь. Мы на слиянии двух европейских рек Саввы и Дуная. Мы в Белграде. Белград – это столица Сербии и ее крупнейший город. А еще это один из древнейших городов Европы. Здесь прекрасно уживаются множество национальностей, каждая со своей культурой, своими традициями и своим вероисповеданием. Величественный, древний, гостеприимный и современный. Все это о нем, о Белграде. Многие жители Сербии знают и изучают русский язык в качестве иностранного. А изучение иностранного языка с самого детства полезно для всех. Для военных и писателей, для переводчиков и даже для блогеров. И сегодня с нами своими взглядами в сфере образования поделился Дмитрий Пучков. Детям 80-х и 90-х он больше известен как российский голос многих иностранных фильмов. Или по-простому – гоблин. Где-то в прошлом нарушен временной континуум и тем самым создан альтернативный 2015-й. Там, куда мы направляемся, дороги не нужны. Точно по графику. Одна преподавательница у нас преподавала немецкий язык. Немецкий язык преподавала настолько сурово, ну как в Советском Союзе с 5 по 8 класс я его учил, немецкий язык. А потом, через много десятков лет, прибыв на Берлинский фестиваль, художественный фильм про Генриха IV на немецком языке с английскими субтитрами, а я вижу, что неправильно переведено. Настолько крепко обучала. То есть, педагогический талант личный пример настолько серьезно подходил, что у нас там даже одноклассники, кто после 8 класса ушел в школы рабочей молодежи, так их оттуда отправляли на Олимпиады постоянные. Они там всех рвали натурально. Вот такая была серьезнейшая педагогиня Надежда Николаевна. Массовое переселение русских на территорию современной Сербии началось после Октябрьской революции и последующей гражданской войны в России в начале 20 века. В скором времени, а именно в 1933 году, был открыт «Русский дом в Белграде». Здесь изучают наш язык и нашу культуру. Дают возможность русским не забывать свои корни, а представителям других национальностей поближе познакомиться с культурой, историей и языком нашей страны, не посещая ее. Мы находимся в одном из старейших культурных учреждений нашей страны за рубежом. В этом году русскому дому в Белграде исполнилось 88 лет. У него такая достаточно очень интересная судьба. Это единственный дом, наверное, с зарубежной сети Россотрудничества, который был построен не просто по велению указания сверху, а вели, наверное, по зову души наших людей, которые, к сожалению, не в силу своих каких-то желаний, а в сферу политических каких-то изменений, после революции были вынуждены покинуть свою родину и оказаться в принципе в стране для них незнакомой, которая их приняла с душой. В настоящее время учреждение официально называется Российский Центр Науки и Культуры в Белграде. Но чаще всего его называют просто «Русский дом». Сейчас здесь находятся киноконцертный, выставочный и конференц-залы, музыкальный салон, а также одна из крупнейших русских библиотек в зарубежной Европе. И, конечно же, одно из главных направлений работы русского дома – это обучение всех желающих русскому языку. Большую часть работы мы выделяем и на образовательные моменты, и на поддержку русского языка, продвижение русского языка, ну и в том числе, соответственно, это и какие-то гуманитарные проекты. Жители Сербии изучают русский язык по разным причинам. Кто-то для возобновления связи с историческими корнями, кто-то для развития своих образовательных и карьерных перспектив, а кто-то просто из интереса. И интерес, как мы выяснили, есть. Русский дом здесь, в принципе, у всех ассоциируется с русским, с русским языком, поэтому нам в этом плане, наверное, легче работать, чем нашим коллегам и каким-то частным школам, которые, слава богу, появляются здесь. И, как я сказал, что на базе русского дома существуют курсы русского языка, на которых мы преподаем русский язык как иностранный. У нас замечательный профессорский состав, дипломированные филологи, люди-профессионалы в своем деле. И у нас есть несколько групп, начиная от совсем маленьких детишек, от пяти лет и заканчивая совсем взрослыми слушателями курсов. Но не только язык изучают в русском доме. Здесь также проводится множество мероприятий, посвященных русской истории, русской культуры и русским традиционным праздникам. День славянской письменности и культуры, День народного единства, Русская Пасха и Масленица. Кроме того, русский дом сохраняет и поддерживает наследие русских эмигрантов, которые оказали влияние на развитие Республики Сербия. Александр Медведев – один из самых знаменитых архитекторов на Балканах, внесший большой вклад в современную архитектуру города Ниш, третьего по величине города в Сербии. И нам посчастливилось посетить ретроспективную выставку «Проекты и архитектура Александра Медведева», которая проходила в галерее Русского дома, и пообщаться с ее организатором, сыном Александра Медведева Михаилом Александровичем. Он рассказал нам о жизненном и профессиональном пути своих родителей. Русских эмигрантов в Сербии. Так как у них не было денег, они держали, значит, эти самые курсы французского, русского. Моя мама читала поэзию украинских этих поэтов и русских, богатым людям и так дальше. И, кроме того, мама, значит, продавала билеты на одном студенческом балу. А этот бал организовал мой отец, значит, он был председателем. И она, значит, он хотел посмотреть, что случается, она говорит, купи билет. А как этот председатель наш, какой билет и так дальше. Ну, а билет и билет. Так они познакомились, значит, и продолжили вместе, значит, эти самые этюды. Самое большое здание, которое он проектировал и которое выстроено, оно в нише. Ему Драгиша Цветкович, тогда, значит, городоначальник Ниша, значит, дал задание сделать дом для ремесленных учеников. И, значит, мой отец это испроектировал. Это кончен проект в 1939 году, когда передал проект, когда они видели какое-то оригинальное, значит, здание, сказали, переделай его неремесленники, пусть будет это управа города. И мой отец переделал в 1939 году, начало строиться это, и закончена стройка в 1945 году после этого. Так что это самое большое и самое интересное здание в нише, и оно в стиле модерн. Мероприятия русского дома могут быть интересны не только любителям культуры, истории и образования. Например, центр активно работал во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году. Буквально в соседнем зале мы организовали такой клуб болельщиков, где мы выдавали паспорта болельщиков, сербские болельщики, которые ездили в Россию, они получали в русском доме эти паспорта и упрощались, соответственно, визовые какие-то обязательства. Стоял огромный экран. Здесь на постоянной основе проходили прямые трансляции матчей с Россией и Сербией. И участвовало руководство Сербии, министры. Приходили послы иностранных государств, команд, которые участвовали в чемпионате мира по футболу в России. Здесь, ну, прям такая царела атмосфера. Кто не смог поехать в Россию, то есть, в принципе, они почувствовали себя здесь как в Россию. Напитались, наверное, таким духом соревновательной, дружбы. Очень прекрасный проект был. И, конечно же, главный показатель работы любого учебного заведения – это успех его учеников. Интерес большой, интерес большой. Он, слава богу, растет. Не могу не отметить, что президент Сербии еще, когда не был президентом, он начинал свою политическую карьеру, он был слушателем курсов русского языка «Русского дома». Поэтому, когда коллеги задают вопрос, как нам рекламировать курсы русского языка в «Русском доме», я предложил ему такой слоган «Хочешь стать президентом? Учи русский язык в «Русском доме». Есть много улиц, которые названы в честь русских писателей. Одна из улиц называется «Достоевский». На этой улице есть культурный центр общины «Чукарица» муниципалитета, и мы на этом культурном учреждении сделали огромный портрет Достоевского. Вот вы должны готовить учителей батальонами и засылать их во все стороны, сеять разумное, доброе, вечное, чтобы все с нами дружили. Это же именно про дружбу, в первую очередь. Это именно про хорошее отношение к России. Надо, конечно, соответствовать тому, чтобы к тебе относились хорошо. Но если человек, например, знает иностранный язык как следует, то это ты уже погружен в две культуры. Практически все дети в Сербии в начальной школе изучают английский язык, а русский преподается как второй иностранный по выбору. Есть также несколько школ с обязательным изучением русского языка. Но мы нашли учебное заведение, в котором обучение проходит полностью на нашем родном языке. И это первая международная русская школа имени Валентины Терешковой в Белграде. Идея открытия русской школы в Белграде витала в воздухе, наверное, может быть, даже, боюсь ошибиться, не одно десятилетие. А в Сербии любовь и интерес к русскому языку никогда не спадал. И до сегодняшнего времени это обусловлено разными причинами, историческими, и то, что наши языки похожи, то, что мы братские народы. Поэтому о русской школе часто спрашивали, и в основном и сербы, и многим русским, и гражданам, и гражданам бывших советских республик тоже это было необходимо. И эту идею реализовали, как ни странно, именно сербы. У нас многие родители не знают русского языка, но вот с таким доверием, что они доверили нам своих детей, значит, они верят и в будущее России, и в нашу дружбу наших стран. Дети тут учатся разные. Есть русские ребята, которые вместе с родителями переехали в Сербию. Школа помогает им адаптироваться в новой среде, находить новых друзей и продолжать комфортное обучение. Есть и сербские дети, для которых русская школа и обучение на русском языке – прекрасная возможность для дальнейшего развития, продолжения образования за пределами своей страны, и возможной сменой места жительства. Очень люблю это место, и люблю каждого ребенка. Мы начинали, у нас в первом классе было семь детей, и был только один первый класс. И я благодарна тем семи родителям, которые нам поверили, нам даже нечего было показать, мы только рассказывали. Я учила русский, когда была в детском саду. Ну, мама пришла домой один раз, спросила, хочешь в русскую школу пойти? Я говорю, можно, попробуй. Вот так вот. Здесь мне больше все нравится, что все на русском. Мне друзья нравятся, ну и преподаватели тоже. У нас критерий – это профессионализм и любовь к своей профессии. Любовь. Надо любить. Невозможно отбывать здесь срок, потому что с детьми общаться – это нужно много энергии, много креатива. Он просто должен быть, его невозможно выдавить из себя, невозможно выдумать, невозможно сыграть. Поэтому я очень уважаю своих коллег. Они тоже все в разных национальностях, но всех нас объединяет, во-первых, конечно, русский язык, общее детство, наверное, какое-то в Советском Союзе и любовь к своей работе. Мы перерабатываем сложную теорию русского языка в увлекательную практику. И это работает и дает результаты. Для нас это вот каждый предмет – это открытое пространство для изучения русского языка. Так, например, на уроках окружающего мира мы погружаемся в историю России, путешествуем по Золотому кольцу России, заглядываем в Третьяковскую галерею, гуляем по Эрмитажу. А на уроках трудового обучения мы рассматриваем русский национальный костюм, говорим про традиции и истории русского народа, готовим блюда русской кухни. Некоторые дети начинают изучать русский язык с самого нуля. Но к концу каждого учебного года все дети получают прочные знания по всем предметам в соответствии с программой «Школа России». Кстати, один из учебников, которым активно пользуются преподаватели русского языка во всем мире, называется «Привет, Россия». В нем через культурологическую составляющую и коммуникационную методику легко вовлечь учеников в занятия. Учебник был создан известным авторским коллективом и поддержан Обрсоюзом. Любой преподаватель может ознакомиться с его электронной и печатной версией на сайте для преподавателей русского как иностранного рус.стади, где также можно найти много бесплатных методических материалов. И, знаете, вот увлеченный, талантливый педагог, учитель видит возможности для изучения русского языка во всем. А у нас в школе именно такие люди и работают, профессионалы своего дела. В нашей школе дети уважительно относятся к России и к русскому языку. Интерес к изучению русского языка в Сербии с каждым годом растет. А наша школа – это Россия в Сербии. «Сколько под елочкой маленьких ребят Кто поют, кто поют, весело кричат? Кто поют, кто поют, весело кричат?» Мы стараемся учить детские песни, которые уже стали классикой. Это и советского периода, и какие-то современные добрые детские песни. Ну и, конечно, школьная тематика, чтобы было... Ну, мы и слушаем музыку, и занимаемся нотной грамотой, сольфеджио, да. Дети в основном музыкальные у нас подбираются. Работаем. Главное, чтобы им нравилось. Мне нравится. Физкультура нам нравится, потому что там мы всегда играем в какие-то игры, и нам интересно. На русском языке писать мне тоже нравится. Я очень красиво пишу. Я учусь в пятом классе, я здесь четыре года. Я пришла со второго класса. Я жила в Австралии, в Китае, в России родилась, теперь здесь живу. Мой любимый предмет — это география русской. Некоторые дети изучают русский язык в школе с ноля. Другие приходят уже со знанием. Многие из них начинают изучение в русском доме. Я Владимир, я из Белграда. У меня семь лет, я в первом классе. Я шесть лет начал учить русский язык в русском доме. Занять получили буквы, слоги. Я ходила в русский садик. Хочу стать архитектором и в Москве построить большой дом. Символично то, что открытие школы было приурочено к юбилею Валентины Терешковой, чьим именем названа школа. Первая женщина-космонавт, как все знают. А школа тоже женского рода. И мы тоже хотели быть первой вот в этом космосе, вот в этом пространстве. Поэтому мы решили взять имя первой женщины-космонавта. Тем более, что, например, я и ее землячка. Я с Ярославской земли. Я надеюсь, что у нас все дороги открыты. Нам главное держать свою планку, не забывать о своих начальных целях, никуда не отходить ни влево, ни вправо, а лететь только вперед через тырни их звездам. Субтитры создавал DimaTorzok Для меня это большая честь. И я буду стараться достойной, что моим именем названа школа. Ученики в школе Валентины Терешковой активные, общительные и любознательные. А учителя – добрые, отзывчивые и креативные. Настоящие профессионалы своего дела. Ну а нам пора двигаться дальше и прощаться с Белградом, чтобы продолжить узнавать о том, как в Сербии учат русский язык и изучают русскую культуру. А мы находимся в культурной столице Европы 2022 года. А еще это – сербские Афины. Мы в Новисаде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Нови Сад – это второй по величине город Сербии, расположенный на севере страны, на берегу реки Дунай. Его основали православные сербы в 1694 году, и уже в 18-19 веках он стал культурной столицей и важным торговым и производственным центром, за что и получил прозвище «Сербские Афины». Название же его в переводе с сербского означает «новая плантация». Туристы из России любят этот город за его интересные достопримечательности и приятную атмосферу. А нам он понравился еще и своим уважением и даже любовью к нашему родному русскому языку и русской культуре. Мы отправились в гимназию имени Йована Йовановича Змая. Это одно из старейших учебных заведений в Сербии. Здесь учатся по-настоящему любознательные и трудолюбивые дети. Конкурс при поступлении в гимназию – 4 человека на место. А поступить можно на следующее отделение – общее, билингвальное, техническое и в классы для одаренных детей. Начало 18 века и образование у сербов тесно связано с Российской империей. Именно там обучались сербские епископы, учителя и оттуда привозились первые учебники. В начале 19 века, в 1810 году, эта школа стала великой сербской православной гимназией. Менялись государства, менялось ее название, но здесь всегда учились дети. Сегодня гимназия имени Йована Змая является одним из двух образовательных учреждений национального значения в Республике Сербия. Она носит имя знаменитого сербского поэта и частично располагается в его бывшем доме. Родной дом Йована Змая находится в правом крыле здания нынешней гимназии. Йован Иванович Змай – один из самых великих сербских поэтов и культурных деятелей. Он был врачом, но кроме того, что был врачом, он занимался культурной и общественной деятельностью и писал стихи. Один из самых великих сербских поэтов. Образовательная система в Сербии несколько отличается от российской. Сначала дети учатся в восемь классов в одной школе, а потом переходят в среднюю школу и обучаются там с девятого по двенадцатый класс. Гимназия Йована Змая – это средняя школа. Но также здесь есть выпускные седьмой и восьмой класс для особо одаренных детей по математике. Выбор для учеников средней школы шире. Они могут поступить в класс для особо одаренных по математике, физике, информатике, биологии и химии. Также есть спортивные классы для детей, уже достигших каких-то успехов в спорте. Ну и, конечно же, билингвальные классы на английском, немецком, французском и русском языках. Это отличная возможность и русскоговорящим, и сербскоговорящим детям освоить язык, знакомиться с ним, практиковаться. Классы все-таки мультинациональные. Программа в билингвальных классах по содержанию не отличается от программы на сербском языке. Разница в том, что такие предметы, как математика, химия, физика, биология, информатика, преподаются на русском языке, а гуманитарные – на сербском. У нас большинство уроков на сербском языке, но есть уроки, которые прям полностью на русском. И всякие термины в той же математике, химии, биологии мы изучаем на русском языке. Делаем переводы. То есть, в принципе, если ты серб, поступивший в этот класс, то до конца учебного, до конца вот этих четырех учебных лет ты выучишь русский. Я бы не сказал, что в совершенстве, но выучишь. С другой стороны, для русского то же самое. То есть, если ты поступил сюда, то ты сто процентов выучишь сербский язык, потому что у тебя постоянная коммуникация с учителями, с одноклассниками там. Уроки проходят хорошо, учителя хорошо к тебе относятся и помогают тебе даже вот если ты только русский приехал. То есть, я рекомендую. С теплотой, с добротой. Очень сербы, очень гостеприимный народ. То есть, они принимают тебя таким, какой ты есть и пытаются с тобой пообщаться, научить тебя чему-то. Ну, в хорошем смысле слова. То есть, хотя мы братский народ и плюс-минус даже внешность у нас похожа, вот, все равно как-то для них это что-то новое, что-то вау. А, ну, они очень с пониманием, так скажем, относятся к русскоговорящим, поскольку сербы вообще, в принципе, любят русских. Так что это никогда не было особой большой проблемы. Всегда все выходили в коммуникацию и так далее. Ну, я очень здесь быстро влилась, так скажем, в сербскую жизнь. Учителя тоже очень помогают детям учиться, адаптироваться к новой среде и находить себя. Один из них, Нинат Спасич, учитель русского языка, с удовольствием провел нам экскурсию по гимназии и рассказал подробнее о ее работе. Много зависит от учителя, много зависит и от учеников, сколько они мотивированы, чего они на самом деле хотят. Здесь учатся, в этой гимназии учатся, ну, можно сказать, лучшие из лучших, довольно амбициозные дети и знают уже там в таком молодом, юном возрасте, они знают уже, чего хотят на самом деле. Так что иногда даже бывает сложновато. Язык на самом деле инструмент. Так что давайте учить, использоваться этим инструментом и все. Нинат Спасич является не только учителем русского языка в гимназии, но и методистом русского центра фонда «Русский мир», который был основан в 2009 году и стал первым подобным центром в Сербии. Главная задача центра – сохранение русского языка и русской культуры вне России. Тут мы проводили бесплатные курсы русского языка для детей восьмилетних школ, у которых нет возможности, то есть в их школах нет русского языка, как иностранного. И по субботам проводили занятия, длилось 7 лет. Набиралось более 200 детей, которые по субботам приходили изучать русский язык. Из этих детей еще сделали хор. Детей пели русские песни. Руководитель гимназистского хора, который очень классный, он согласился и руководил этим детским хором. Это было вообще великолепно. У них даже были выступления. В гимназистском хоре и сейчас иногда поют русские песни. Мы не могли пройти мимо и заглянули на репетицию хора и оркестра, чтобы послушать талантливых ребят и пообщаться с их руководителем. Руководитель гимназистского хором. Здесь в гимназии нам повезло работать с исключительно образованными, умными и трудолюбивыми учениками. К тому же разносторонними, поскольку они занимаются музыкой в дополнении ко всем своим прямым обязанностям. Я не делаю ничего особенного, чтобы их как-то мотивировать. Они просто хотят и любят приходить. Хор в нашей гимназии существует с 1838 года. Австрия, Италия, Германия, Венгрия, Словакия, Чехия, Беларусь, Литва, Греция, Словения. Это страны, которые мы объездили за этот период. В хоре есть русские. Я очень рад, что они у нас есть. Они помогают нам, подсказывают правильное произношение в песнях. Мы иногда над ними подшучиваем. Они над нами. Мы очень любим их компанию и рады, когда они присоединяются. Как здорово, когда не только школьные учителя, учителя общеобразовательных предметов, но и преподаватели кружков и внеклассных занятий играют важную роль в воспитании подрастающего поколения и становятся ориентиром для детей. У нас, например, в школе был дирижер, я в музыкальной школе учился, был дирижер оркестра, был мужчина суровый, воевавший. И все мальчики непрерывно тянулись, со всякими мальчуковыми проблемами шли именно к нему. Хотя он не преподаватель труда, не спортивный тренер, это был просто мужчина, который мог тебе жизненные ситуации разъяснить и разрулить. Предъяви кольцо, Федор. Такой мегадевайс нужно бросать в домну. Находится она в Мордовии. Гимназия имени Йова Назмая уже 9 лет организует Олимпиаду по русскому языку под эгидой Министерства просвещения и в сотрудничестве с Обществом словистов Сербии и кафедрами словистики Белградского и Новосадского университетов. Но если Олимпиада по-русски – это любое соревнование, то в сербском понимании это уже окончательный этап, самое главное соревнование для человека, который уже прошел какие-то испытания. Это очень масштабное мероприятие, но, к сожалению, в прошлом учебном году мы его провели дистанционно. Я не участвовал, потому что это соревнование между сербов. И как-то нечестно будет, если я буду участвовать. У нас также с учителем русского существует такая группа волонтеров, которые мы постоянно во всяких этих мероприятиях, раньше, по крайней мере, участвовали в этих волонтированиях, помогали и так далее. Также я была участницей Олимпиады по русскому языку, низовской. Я получила второе место. Русский театр есть в Сербии. Но он такой, я бы сказал, детский. То есть там дети участвуют, и они иногда приезжают в русский центр. Все мероприятия, которые мы проводили в русском центре, они были открыты для всех граждан, желающих посещать это. Любая лекция, любой концерт. Даже стали организовывать вечера общения на сербском языке для русскоговорящих. И помочь им как-то освоиться в этой новой среде. Гимназия имени Йова Назмая – отличный пример дружбы и сотрудничества между сербами и русскими. Сербские дети могут здесь познакомиться с русской культурой. Лучше изучить русский язык. А русские – освоиться в новой среде и найти друзей. И, конечно же, самое приятное в образовательной экспедиции – это встречать таких отзывчивых, добрых и мудрых учителей, как те, кого мы встретили в Сербии. Ведь с ними детям всегда легче и интереснее учиться. Тут вопрос, на мой взгляд, больше не в способности и неспособности, а в наличии и отсутствии интереса. Если педагог может тебя заинтересовать или заставить тебя заинтересоваться, вот тогда, да, тогда получается. А если неинтересно, то это в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот хорошие учителя все, которые у меня в жизни были, это были безусловнейшие авторитеты, с которыми там какие-то дискуссии исключены. Дискуссия не на равных, а типа умный и знающий, а ты ученик. Так, да. Это потому, что учителя таки. Это человек, в котором серьезный стержень, который является собой пример для подражания. Таким надо стать. Одних знаний, что вот ты сильно умный и хочешь это передать, этого недостаточно. Надо быть личностью и личностью знающие. Тогда дети подтянутся. Изучение русского языка в Сербии довольно распространенное явление. Интерес есть. И с каждым годом он становится все больше и больше. Надеемся, что интерес к изучению русского языка будет сопровождаться какими-то экономическими интересами. Потому что читать Пушкина в оригинале это всегда хорошо. Но хотелось бы, чтобы молодежь приходила в русский дом, изучала русский язык и видела свою дальнейшую профессиональную деятельность уже в связи с Россией. То есть есть хорошие примеры. Ребята, которые заканчивали курсы русского языка, уезжали в Россию. Мы поступали на работу в российские компании и уже связывали свою судьбу с Россией. Поэтому вот у нас, в принципе, такая задача, наверное, общая, большая, чтобы через какие-то проекты русский язык изучался больше и, наверное, становился интереснее. Ну что ж, пришло время прощаться с Сербией. Но мы уезжаем с теплотой в душе. Ведь мы знаем, что в Сербии нас всегда встретят настоящие друзья, которые любят и уважают нашу страну. Которые с большим интересом и удовольствием изучают нашу культуру и наш язык. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова